Еще одна гордость Ленинского района – четвертый детский дом семейного типа. Просторный, уютный и светлый коттедж возвели строители по соседству с другим домом семейного типа. Дом площадью порядка 200 квадратных метров стал местом проживания большой дружной семьи. Своё счастье здесь обретут шестеро ребят – четыре прекрасные девочки и двое смышленых мальчишек. В городе Бресте традиционно, в крещенские морозы, открываем уже девятый дом семейного типа. Первый дом был открыт в 2013 году по улице Воснецова на территории Московского района. Все дома, в принципе, построены по типовому проекту, они все аналогичны. Здесь просто немножко добавлены новые технологии, которые применяются сейчас в сфере строительства и в том числе обеспечивают безбарьерную среду. Хочется отметить, что на территории города в этих девяти домах проживает более 60 детей, то есть мы можем еще принять дополнительно ряд деток в эти дома. День открытия дома семейного типа получился насыщенным и очень интересным. На веселом празднике было много подарков. Правда, к такому вниманию дети еще не привыкли, но с удовольствием принимали каждое проявление заботы от взрослых. Строительством этого дома завершилась программа, в целом областная, которая была рассчитана на то, что каждый ребенок, оставшийся в сложной жизненной ситуации, может быть устроен на семейные формы. Сегодня создана достаточная сеть для того, чтобы мы спокойно работали в этом направлении. Будем совершенствовать методическое сопровождение, материально-техническое содержание, будем помогать этим семьям, как в принципе делали и раньше. Андрей и Мария Козловы – родители-воспитатели. К этому решению они подходили серьезно, понимая всю ответственность. У супругов есть двое своих дочерей, которые учатся в университете, а потому опыта воспитания у них хватает. Контакт с новыми детьми, причем со всеми, родителям-воспитателям удалось найти сразу. Ключики к их сердцам подобраны. Да и ребята достаточно быстро освоились и сегодня с удовольствием обустраивают быт. Мы готовы к этому. Трудности нас не пугают абсолютно. Готовы и материально, и физически, и духовно в том числе. Хочется, конечно, подарить этим детям любовь и заботу, потому что детки отделены. Хочется, чтобы больше было в жизни у них радости, позитива, наполнить их, как говорится, маленькие души любовью. И, как говорится, выгнать оттуда этот негатив, который там был. Дети по своей сути коммуникативные, а потому найти общий язык друг с другом оказалось несложно. Несмотря на разницу в возрасте, ребятам от 5 до 13 лет в новой семье им интересно и весело. К слову, скоро у новоселов произойдет еще одно важное событие. У двоих детей, двойняшек Димы и Насти, 23 января день рождения. Им исполняется 14 лет. Для ребят это новый этап жизни, наполненный радостными моментами, потому что они будут проходить его вместе. Пресс, новые перспективы, новый город, большой город, семья отличная. Все вообще прекрасно. Без брата я понимаю, не знаю. Брат это родное, он всегда будет с тобой и поддержит в трудную минуту. В большом доме уютно обосновался и кот Шпуня, которого по традиции запустили в новый коттедж первым. И его друзья попугай тоже и западно-сипирская лайка по имени Грейс. В первый раз, да, были такие вот сомнения, то что боялся, страх был. Ну вот когда уже прошло вот так много времени, я уже со всеми животными подружился. Я со всеми подружился. Мне нравится здесь, потому что здесь классно. Много можно узнать, поехать в другие страны и хорошо знать все. Веселый праздник завершился большим чаепитием за праздничным столом. Возможно, это станет новой семейной традицией – собираться вместе, чтобы согреться не только теплым чаем, но и добротой друг к другу. Это форма воспитания, домашнего семейного воспитания, она уже прижилась в городе Бресте, прижилась в Республике Беларусь. И, наверное, самое главное, что, наверное, хотят видеть родители, это чтобы через 20-30 лет эти детки, которые закончат обучение, воспитание в этих домах семейного типа, уйдут в взрослую жизнь, пришли и родителям сказали огромное спасибо за то, что вы нас воспитали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!